Мы находимся на самом передовом посту Таушского региона. Это пост вооруженных сил Армении. Здесь армянские воины защищают армянскую границу. За моей спиной находятся азербайджанские посты на расстоянии примерно 300 метров, чуть меньше 300 метров. И сразу, по-видимому, за этими постами расположено клином, вошедшее в армянскую землю Азербайджана, населенное село Алибейли. То самое Алибейли, которое, как я уже сегодня успел сказать, является заложником политических и военных игр Азербайджана. То самое Алибейли, население которого, судя по всему, предуготовлена судьба, тяжелая судьба, судьба, которая, может быть, потом поможет Азербайджану где-то опять говорить о своей пропаганде о жестокости армянских воинов. То, что происходит в этом краю, то, что происходит в этом регионе, иначе как военным преступлением не назвать. То есть мы недавно побывали на месте, где погибли армянские воины, будучи в гражданской машине, будучи в гражданской одежде. То есть на их месте могла быть семья с детьми маленькими, тогда это были гражданские лица. Они, хотя и служат в армии, но в данный момент они были в гражданской форме, в гражданской машине. То есть те военные преступления, которые сегодня совершает Азербайджан, они, естественно, получат адекватный ответ. Но то, что сегодня делают, это должно быть осуждено как преступление против мирного населения Республики Армения. Я думаю, что мы обязаны и нашей дипломатической миссии Армении, и нашей пропагандистской миссии, и наша просто разъяснительная работа в различных международных и европейских структурах, институтах, довести до сведения всех этих институтов, что любое недоразумение, любое возобновление конфликта, любые военные действия, которые в любую минуту могут начаться в этом регионе Армении, это останется на совести руководства Азербайджана. Военного руководства и политического руководства. В первую очередь Ильхама Алиева и Сафара Абиева. Я просто хочу напомнить Сафару Абиеву, как он в одних почтальниках бежал из Лачина, ныне Бердзур, напомнить начальнику его генерального штаба Садыкову Нажмедзину, как он по глупости своей, как его таланта военно выхватило на то, чтобы положить в горах Карвачара 6 тысяч азербайджанской остерни. Я думаю, что продолжение такой политики приведет ровно к тем же результатам. То есть мы не намерены, армянский народ не намерен, и уж тем более армянская армия, не намерены терпеть провокации Азербайджана, провокации, приносящей дебили мирных людей.